Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен оценке итогов фундаментального характера прошлой торговой недели. Прежде чем двинуться дальше, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все отлично, можно поставить плюсики в общий чат. Я буду знать, что стоит продолжать. Большое спасибо, Николай. Значит, будем двигаться дальше. Если возникнут трудности технического характера, пропадет звук, и, может, что-то будет с картинкой, вы, пожалуйста, не об этом сообщите, потому что обратная связь в таких вещах очень важна. Соответственно, попробую быстренько все исправить. И снова я повторяю, что если по ходу вебинара возникнут проблемы с соединением, то есть, собственно, мое изображение пропадет, ни в коем случае не покидайте комнату, потому что, уверен, связь мы быстро восстановим. Вернемся теперь к нашему сценарию правильного понедельника. Традиционный, незменный – это ключевые события прошлой недели. После мы переключаемся на интересные и важные отчеты, которые на повестке предстоящих пяти дней. Ну и замыкаем всю презентацию и наш вебинар оценкой перспектив по движению наиболее ликвидных валютных пар. Думаю, что те, кто хотел присоединиться к нам уже в сборе, соответственно, есть возможность у вас посмотреть все в прямой трансляции, скажем так, онлайн. Те, кто не смог, может быть, действительно время неподходящее, поскольку 16.32 по московскому времени очень многих застает еще, скажем, в рабочем процессе. Соответственно, те, кто не смог, посмотрят уже запись, которая будет доступна на нашем национальном канале на YouTube уже буквально с завтрашнего утра. Поэтому подписывайтесь на него, просматривайте все новые видео и, безусловно, оставляйте ваши комментарии и ставьте лайки, большие пальцы. Снова повторяю, то, что они очень много, значит, для нас, поскольку мы понимаем, стоит ли вообще продолжать готовить контент подобного рода. Давайте начнем прямо с самого начала. Классически мы затрагиваем динамику евро, поскольку европейская валюта у нас общий барометр спроса на рисковые инструменты. И мы понимаем, что происходит с евро, оценивая фундаменты, и стараемся объяснить поведение прочих финансовых активов, рисковых инструментов. Особенно тех, которые очень трудно спрогнозировать с точки зрения движения, тогда, когда по ним нет серьезных макроэкономических событий. И мы понимаем то, что эти активы продолжают находиться во власти ограниченных настроений. Вот сейчас очень актуально это для австралийцев и для новозеландцев, которые на протяжении последних двух недель не могли порадовать тех трейдеров, которые спекулируют на трейдинге именно этими активами, хорошим фундаментом. Но, правда, завтра будет исключение, поскольку по Австралии у нас выступит резервная банка и, соответственно, пересмотрит параметры денежно-кредитной политики. Нас интересует, конечно же, ставка. Мы с вами давно ждем и настраиваемся на то, что ставка может быть сокращена, снижена, поскольку для этого есть все основания. И я думаю, что после факта случившегося Брекзита, вероятность того, что резервная банка Австралии пойдет на вот эти долгожданные изменения монетарной политики, она сейчас увеличивается с каждым днем. Допускаю то, что завтра даже мы можем дождаться сюрпризного такого решения. Вроде бы как пока сейчас никто не прогнозирует снижение процентной ставки, а резервный банк возьмет и снизит. Вы должны быть к этому готовы, поскольку, по идее, резервный банк уже давно должен был это сделать, но сейчас больше занял в ожидательную позицию, поскольку хочет оценить ситуацию с инфляцией. Но раз резервный банк хочет, давайте тоже будем поглядывать на общий показатель CPA, индекс потребительских цен и отталкиваться от него. Если в ближайшее время мы увидим то, что индикатор снова снизился, значит тогда вероятность для решительности резервного банка Австралии повысится. Но я предлагаю вам уже прямо сейчас, с текущего времени, начинать спекулировать на то, что мы можем дождаться пинка для австралийца, коррекционного, нисходящего. И вот уже в ходе публикации завтрашней ставки наблюдать, как австралийца против доллара должен ослабнуть. Будем надеяться, что такую динамику мы и будем лицезреть. Европейская валюта весьма неплохо начала прошлой недели и уже к концу вторника добралась до отметки 1.1062, хотя локальный хай был чуть ли не на уровне 1.1150. И сейчас евро-доллар не очень-то далеко отошел от этого рубежа. При всех фундаментальных предпосылках для среднедолгосрочной коррекции на текущий момент стоит констатировать то, что участники рынка стараются использовать и технические факторы, указывающие на возможность отскока от того минимального уровня, который был достигнут после народного воли изъявления 23 июня, когда были подведены итоги Брэкзита. То есть тогда пала поддержка 1.10 и после этого пошла игра на повышение. Настояние трейдеров в начале недели явно улучшились после комментариев канцлера Германии Ангела Меркель, которая отметила, что Германия, в частности, сделает все, чтобы не допустить распада Европейского Союза. Слава Меркель, ведущая экономика валютного блока, хочет сохранить тесные торгово-партнерские связи с Англией, специально для этого готова оказывать и проводить все необходимые консультации. Но вы помните, что сейчас все упирается в применение 50-й статьи Лиссабонского договора. Вот время идет, уже, по сути, еще одна неделя миновала, и, в целом, мы никак не можем дождаться конкретики по этому вопросу. Кто-то говорит, что сначала нужно обсуждать, договариваться, решать и после этого применять статью. Кто-то говорит, что применение статьи может быть, возможно, только после того, как его инициирует Англия. И сперва нужно, прежде всего, дождаться этого решения, только после этого разговаривать и что-либо обсуждать. Я считаю, что такая позиция, точнее, отсутствие даже единой позиции в рамках стран Европейского Союза и руководства, которое, в принципе, и должно лоббировать идею все-таки применения этой статьи, потому что это дорожная карта выхода Англии из состава ЕС. Если не дойдет дело до ее реализации, значит, вопрос, связанный с распадом ЕС и автономностью, независимостью Англии, за что проголосовали, собственно, избиратели, так и останется в подвешенном состоянии на неизвестно какое время. Ну, сейчас еще делают ставку на то, что делами этими будет заниматься уже преемник Кэмерона, но если сослаться на это, получается, что сначала нужно провести внеочередные парламентские выборы, нужно, чтобы на басту был новый премьер-министр, и, судя по всему, это не раньше следующей весны. И получается, что у нас столько еще времени, чтобы продолжать спекулировать на фоне неопределенности и, собственно, играть в угадайку в большинстве случаев по поводу того, что же окажется под большим спросом – защитные инструменты, либо все-таки рисковые активы. Интерес к евро даже сейчас на текущих уровнях, он явно базируется на очень скромном таком потенциале. Я уверен, что вы это прекрасно понимаете. В частности, даже рейтинговое агентство Fitch сообщило в понедельник, что Brexit будет иметь крайне неблагоприятные последствия для стабильности всего европейского региона, которые могут проявиться уже в конце 2016 года. Самую пессимистичную оценку на текущий момент высказал подседатель Европейского центрального банка Драги, который сообщил, что еврозоне стоит готовиться к спаду на 0,5%. Это полноценная рецессия, которая может пролиться в течение нескольких лет. Собственно, из других валютных пар доллар-японская иена пыталась пробиться с высшее сопротивление 102, и это удалось сделать. Снижение спроса на защитные активы позволило американцу вернуть часть утраченных ранее позиций. Из важных отчетов мы в течение всей недели фокусировались на американской статистике, вы помните, это ВВП, личные доходы, расходы, заявки на пособия по безработице, и индекс деловой активности по версии АСМ. Это отчеты, которые были растянуты, размыты на протяжении всех пяти торговых дней. В частности, если вернуться к оценке ВВП, темпы экономического роста не разочаровали. В частности, окончательная оценка ВВП со первого квартала указала на прирост в 1,1% против прогноза, который ранее значился на уровне 1%. Подскочил также уровень доверия потребителей, фактическая цифра 98% против прошлого индикатора и прошлого значения, которое мы наблюдали на уровне 92,4%. Повышательной динамикой во вторник отметился также фонд, которому удалось протестировать сопротивление 1,3418. И я думаю, что рост британца базировался на предположении участников рынка, что так называемый бракоразводный процесс между Англией и ЕС будет менее болезненным, чем ожидалось ранее. В частности, для Британии, вот даже сейчас продолжают говорить об этом, может заработать так называемая модель Норвегии, когда банки и компании, действующие на территории королевства, сохранят доступ к единому рынку. О возможности подобного исхода сообщил также Дэвид Кэмерон. Ну, не знаю, насколько к нему еще присутствует доверие, но все-таки стало очевидно, что Кэмерон не хочет окончательно закончить процесс, связанный с автономностью Англии, считая то, что, собственно, все эти моменты, все шероховатости уже должен сглаживать его преемника. Правильная эта позиция или нет, судить вам, но мне кажется, что не совсем она верна. Что касается сотрудничества с европейскими странами, здесь понятно то, что правительство Англии заинтересовано в том, чтобы сохранить партнерские связи с Европейским Союзом, потому что рынок Европы остается ключевым рынком сбыта для британских промышленников. Поскольку сотрудничество, единый интервенционный союз подразумевал большие преференции и льготы друг к другу, сейчас их, собственно, нет. И вот почему каждый раз, когда мы возвращаемся к макроэкономической статистике по Англии, мы с вами касаемся той темы, что если Англия и промышленники, бизнес не смогут адаптироваться к новым реалиям и не смогут найти каналы тесного сотрудничества, восстановить каналы тесного сотрудничества с прежними партнерами, тогда Англия в прямом смысле погрузится в состояние рецессии. И это произойдет очень скоро. Нефть после распродаж в начале недели во вторник подприняла попытку вернуться в район 50 долларов за баррель. И, разумеется, на фоне отсутствия каких-либо серьезных фундаментальных факторов, мы продолжили следить за статистикой, которая позволяла нам сейчас и позволяет торговать нефтью, отталкиваясь от отчета по запасам в Соединенных Штатах Америки. В частности, по версии АПИ запасы снизились на 3,8, миллиона против прошлого спада на 5,2. Дополнительную поддержку нефть оказала забастовка норвежских нефтяников, 750 человек из семи нефтяных компаний. Я думаю, что сейчас этот фон уже не так актуален, но все-таки в начале недели он имел свое влияние на позиции черного золота. После оценки АПИ со вторника на среду трейдеры стали переключать свое внимание на официальный отчет от Минэнерго США и тоже, исходя из сезонных предпосылок, делали ставку на то, что запасы должны были снизиться. Минус 4 миллиона против прошлого минус 0,9. То есть серьезное изменение и серьезный контраст с прошлой картины и с прошлой цифрой. И в целом, как я уже отмечал, наверное, вопросов сейчас в летний период и такая статистика не должна вызывать. И мы говорим о том, что и в рамках этой недели, то есть завтра и в среду, мы с большой долей вероятности процентов на 70 снова будем наблюдать факт снижения запасов. Что касается движения и реакции бренда на факт выхода этой статистики. Я думаю, что вы сами все прекрасно видели. В какой-то момент пара умудрилась подобраться к отметке 51.50 и уж было все поверили в то, что дальше снова будет сопротивление 52 и бренда попробует рвануть уж совсем выше. К следующему сопротивлению, которое так и не было покорено ранее, это 55 долларов за баррель. Я не хочу даже сейчас думать об этом, поскольку лично нахожусь в короткой сделке и ориентируясь на тот фундамент, который присутствует, я думаю, что вы со мной согласитесь, что очень опасно делать ставку на рост актива только потому, что он растет, не имея для этого серьезного фундаментального основания. Потому что в конечном счете сырье – это как раз тот инструмент на финансовых рынках, который оперирует все-таки фундаментом. Если не сразу, то в формате резонанса, может быть, какого-то временного лага, отложенного эффекта, но мы все равно увидим, как он сказывается на соответствующей динамике позиции бренда WTI. И для нас, учитывая тот фундамент, который мы с вами анализируем, каждый день в ходе брифингов уделяем много времени нефти, у нас по-прежнему картины складываются считательно медвежьи. В среду трейдеры продолжили следить за развитием ситуации, которая складывалась в рамках Brexit, выхода Англии из состава Европейского Союза. Европейская вольта против доллара смогла достигнуть нового локального хая 1.11.29. В частности, у нас проходил второй саммит ЕС. И, разумеется, в ходе этого саммита все обсуждали единственный вопрос – это сглаживание негативных последствий и недопущение расползания неопределенности по факту случившегося прецедента, связанного с распадом Европейского Союза. Но ничего интересного по факту саммита мы не услышим. Никакой конкретики, никаких договоренностей. Даже дорожной карты, которая, по идее, должна была стать, на самом деле, полноценной путевкой для Англии по выходу из ЕС. Даже ее обсудили сквозь пальцы. И, поскольку мы даже не обсуждали никакой момент и пункт из этого, значит, совершенно очевидно, что, может быть, даже представители ЕС в конечном счете не дошли до обсуждения этого вопроса. Из макроэкономических отчетов. Один из ключевых релизов – это данные по инфляции в рамках еврозоны на прошлой неделе. Но перед этим, то есть до отчета в четверг, у нас была еще статистика по индусу потребительских цен в Германии, которая продемонстрировала разнонаправленную статистику. Плюс 0,3% в годовом выражении с 0,1%. В меньшином – рост с 0,1% до 0,3%. Еще большим ростом отличился фунт, в частности, хай – 1,35-1,32%. На настроение трейдеров не повлияли даже рыночные слухи о том, что Банк Англии пойдет на дополнительное снижение процентных отставок. Хотя, я думаю, что на настроение британца только сначала не повлияли эти комментарии. А после того, как позиция была озвучена со стороны председателя Банка Англии, Стало совершенно очевидно и ясно, что Банк Англии не избежит новых мер экономического стимулирования, которые мы с вами ожидаем и, соответственно, ставим на ослабление британцев. В частности, сегодня самые настоящие безумные качели и волатильность наблюдаются динамики фунта против доллара. Мы видим 70 фунтов вниз, вверх, они, по-моему, раза три уже за сегодняшнюю торговую сессию сходили. Вот сейчас фунт снова корректируется. Американская валюта смогла добраться до следующего сопротивления против иены. Это 103, соответственно, за 1 доллар. В частности, если говорить про причины, которые стали фактором роста американца, ну, собственно, мы продолжили следить за статистикой и вслед за ВВП у нас был отчет по личным доходам и расходам. Несмотря на то, что индикаторы не дотянули до прогнозных значений, все равно у нас очевидны факты восстановления и прироста этих экономических категорий. Плюс 0,2 и 0,4 соответственно. Также поддержку доллара оказала еще и японская статистика. Промышленное производство в Японии в месячном выражении снизилось на 2,3% против прошлого роста на 0,5%. Доллар-франк всю неделю карабкался к паритету. В частности, в среду мы видели закрытие 0,9792. И картина в целом до сих пор не изменилась. Мы понимаем то, что валютные интервенции могут возновиться по мере роста франк. А чтобы трейдеры снова стали переводить капиталы в расположение этого актива, нужно, чтобы на рынке появился еще один негативный фактор, который повышает нестабильность и провоцирует рост неопределенности. Ну, не хотелось бы, конечно же, чтобы это происходило сейчас, потому что если на рынке объявится такой фундамент, значит, мы снова будем ждать, пока трейдеры наиграются в расположении защиты и снова после этого сделают ставку на рост рисковых инструментов. Хотелось бы, чтобы сейчас, собственно, многие наши идеи оправдались. И мы ждем, собственно, и 1,10 по евро-доллару, мы ждем после небольшой поторговки дальнейшего снижения фунта, и мы ждем коррекционной динамики по Австралийцу и на Вазеландцу. Что касается других отчетов по еврозоне, рынок труда Германии, в частности, обычно мы на него не обращаем внимания, поскольку все-таки статистика такая уж и важная, но сейчас, я думаю, что мы обязаны следить за общей фундаментальной картиной по еврозоне, поскольку продолжаем делать ставку на то, что именно, в том числе и слабая статистика, в перспективе станет еще одним триггером, чтобы ЕЦБ приняло решение о дополнительных мерах экономического стимулирования. Статистика, в частности, по Германии. Число новых рабочих заявок на пособие по безработице снизилось на 6 тысяч за месяц, но в целом, как я уже отмечал и повторял в ходе брифинга, особо обольщаться не стоит, поскольку за последнее время мы видели колоссальный наплыв беженцев на территорию, в том числе и Германии. И я считаю то, что в ближайшее время статистика и сам факт того, что на территории Германии может пребывать сейчас больше, в рамках всей еврозоны, больше миллиона переселенцев, может обращать статистику на рынке труда. Хотя по другим регионам, если не брать в расчет Германию, статистика и так оставляет желать лучшего. Еще больше интереса, конечно же, вызвали данные и отчет по индексу цен производителей. Мы настраивались на то, что статистика может быть плохой, но в частности наши прогнозы не оправдались. Каким-то чудом индикатор смог покинуть расположение отрицательной зоны и выбрался с уровня минус 0,1% до 0,1%. Учитывая, что индикатору удалось покинуть дефляционную зону, участники рынка предпочли отложить спекуляцию на тему количественного смягчения со стороны европейского регулятора и воспользовались хорошим фундаментом, чтобы укрепить позиции евро. Поэтому мы, собственно, так и наблюдали то, что евро оставался в плюсе и сохранил свою позицию выше 1,11%. Фунт просел, вернулся к уровню 1,3306 в четверг. Настроения ухудшились после того, как председатель Банка Англии Карни сообщил, что на предстоящих заседаниях Банк Англии может пойти на снижение процентной ставки. Как только трейдеры услышали это, тут же пошла абсолютно оправданная реакция, которая связана с ожиданием экономических стимулов и все-таки ожиданием неизбежного снижения ставок. Может быть, это сразу 0,5%, либо это последовательная коррекция по 0,25% за заседание. Но все равно до конца этого года, может быть, мы увидим нулевую ставку в рамках Англии. ВВП за первый квартал полностью совпало с прогнозом и предыдущим показателем. 0,4% прироста в квартальном выражении, 2% в годовом. Но, как я уже отмечал, скорее всего, мы очень не скоро увидим похожую статистику по УВП Англии, поскольку выход из состава ЕС может стать причиной серьезного падения этого индикатора. И многие эксперты полагают то, что британская экономика в 2017 году снизится практически до нулевых уровней, с текущего прогноза, который значится на уровне 2,5%. Вы понимаете, какие риски еще впереди. И я думаю, что из-за сознания этого понятно, почему очень многие трейдеры, которые торгуют на долгосрок, сейчас уже занимают позиции, закрывают терминалы и планируют не возвращаться к ним неделями, поскольку ставят на возможность снижения фунта против доллара вплоть до уровня 1,20. С текущих уровней вы понимаете, что это больше тысячи пунктов. Это колоссальная прибыль. Доллар японская иена прорвалась все-таки ближе к концу недели, сопротивление 103,50, но не удержалась там и, в принципе, снизилась до отметки 102,50, на котором и торгуется сейчас. Ну, еще в день независимости, я понимаю, что рынок облегчен отсутствием многих трейдеров, но все равно что-то нужно этой паре, чтобы показать более интересную динамику. А то мы так и заверли отметки 102,50, и не знаем, за что же нам зацепиться еще, чтобы найти оправдание для роста американца против иена, ну, либо найти фактор, который будет оправдывать укрепление иены против доллара. Пока такого фундамента нет, хотя скупым и скудным на содержание экономических иенов прошлой недели я бы таковым точно не назвал. И на этой неделе у нас отчетов еще больше. Ну, может быть, могу предположить, что трейдеры ждали нон-фарм-перлесс и наконец-таки дождались. Но это отчеты предстоящих дней. Что касается других валютных пар, USDCAD, вы помните, мы следили за статистикой по ОВП, в целом, как и полагали, прирост был очень скромный, 0,1%, который полностью совпал с прогнозом. Поэтому никакой динамики по факту выхода этого отчета особо не последовало, все было дисконтировано в цену и трейдеры, по сути, проигнорировали этот индикатор. Так пара и продолжила консолидироваться на отметке 1,30. Ну и что касается торговой сессии пятницы, здесь из важных отчетов можно было отметить индексы деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. В частности, мы увидели то, что по еврозоне индикатор вырос до 52,8, и по Германии до 54,5 соответственно. И в результате это поддержало позиции европейской валюты и позволило ей закрыть неделю на отметке 1,1133. Что касается доллара японской иены, то здесь американец, напротив, отступил. И причина, на самом деле, это и снижение индекса разгона инфляции до 65, Ну и, может быть, еще более существенный сигнал о слабости американца был озвучен голосующим членом ФРС Лоретой Мейст, которая дала понять, что по причине начавшегося процесса распада Европейского Союза будет сейчас не лишним, чтобы притормозить потенциальному ужесточению монетарной политики, дождаться более конкретных и очевидных последствий выхода Англии из состава ЕС, чтобы понять, каким образом с ними бороться и вообще, повлияют ли они на темпы экономического роста американской экономики. А вот, в частности, в пятницу, в первый полный день выступал Буллард, он, напротив, отметил то, что влияние Брекзита будет нулевым на американскую экономику. Но хочется больше верить, и не хочется даже, а приходится голосующему члену ФРС, это, конечно же, Лоретти Мейстер, и если она говорит о том, что повышение процентных ставок может быть отложено, скорее всего, именно так оно и будет. Это не значит то, что мы должны отказываться от спекуляции на тему повышения процентных ставок. Это значит только то, что, вероятно, нам придется подождать больше, чем мы планировали. Но доллар, он копит статистику. Как только станет очевидно, что Брекзит, как событие, миновал и уже все дисконтировано в стоимость, мы тут же переключимся снова на фундамент американского происхождения, будем, может быть, ему уделять больше внимания, чем делали это ранее, поскольку будет совершенно очевидно, что повышение процентных ставок не за горами. И еще хотел отметить пятничный отчет от Бейкер-Хеджес по количеству нефтяных терминалов, платформ США. Мы увидели рост на 11 с 330 до 341, что в целом в перспективе является причиной роста, соответственно, предложения нефти со стороны США и может подстегивать интересы к коротким сделкам по нефти. То есть это медвежий сигнал. Но после выхода отчета, который указал на прирост количества платформ, мы не просто не увидели ослабления нефти, мы констатировали то, что спрос возрос, и бренд, собственно, так и умудрился подойти вплотную к отметке 50-50, то есть снова оказаться выше сопротивления 50 долларов за баррель. Будем искать другой фундамент, будем искать дополнительные сигналы, я думаю, что дождемся их. И я очень надеюсь на то, что трейдеры все-таки начнут использовать тот макроэкономический фонд, который у нас уже есть. Его действительно вполне достаточно, чтобы неплохо подраспродать нефть с текущих уровней, как минимум до отметки 45 долларов за баррель. Это что касается основных событий прошлой недели. Теперь давайте плавно перейдем к событиям этой пятидневки. И завтра утром советую обратить внимание на решение Резервного банка Австралии по процентной ставке и на сопроводительное заявление. Я думаю, что если сослаться на прошлые сопроводительные заявления и публикации ставки, вы помните, что последние 2-3 заявления были подкреплены позицией того, что Резервный банк Австралии предпочитает следить за инфляцией, а не прибегать сейчас без контроля этого показателя к снижению процентной ставки. Три раза подряд после выхода отчета мы видели серьезный рост австралийца. Я думаю, что завтра мы уже, ну, может быть, по какой-то закону, скажем, практике и анализа подобных фундаментальных событий, опять же, тот опыт, который есть у меня в плане депутации этих цифр, я считаю, что завтра отчет будет носить негативный потекст для австралийца. Поэтому завтра продавцы Австралии смогут дождаться, наконец-таки, будем надеяться. Это не стопроцентная вероятность, но очень высока, чтобы давление на австралийца против доллара было усилено. И если в ходе сопроводительного заявления мы получим намек, что Резервный банк Австралии уже поменял фокус своего мнения и внимания с оценки инфляции непосредственно к коррекции процентных ставок, тогда резервный, точнее, австралийская валюта сможет лишиться, может быть, больше 100 пунктов практически в моменте. Также из отчетов завтрашней торговой сессии производственные заказы по США в 17.00 по московскому времени. Думаю, что эстафета сильных отчетов будет подхвачена. Завтра мы увидим, вопреки прогнозам, хорошие цифры по промышленному производству. И трейдеры подойдут к торговой сессии среды, когда у нас отчет по EDP с очень хорошим настроением и представлением о том, что американская экономика продолжает восстанавливаться, а следовательно имеет все основания, чтобы создавать новые рабочие места и по итогам второго квартала отчитаться по очень хорошим результатам. В среду запасы изменения числа занятых от EDP в 15.15 по московскому времени и на взделах активности АИСМ в производственном секторе. Ну и, конечно же, протокол заседания комитета по открытым рынкам. Здесь нужно было тоже выделить, конечно же, подчеркнуть это фундаментальное событие. Оно куда более серьезного влияния масштаба, чем отчет по EDP. Поэтому давайте следить именно за протоколами заседания, потому что сейчас нам нужно иметь четкое представление о том, как будет действовать американский регулятор дальше. Ну и традиционный отчет – это данные от Американского института нефти по запасам. Здесь сезонный спрос спровоцирует продолжение цикла спада этого индикатора. И если трейдеры снова закроют глаза на прочий фундамент, а сделают ставку только на вот эту статистику, то тогда, к сожалению, рост нефти снова продолжится. В четверг отчетов важных куда меньше. В частности, проанализировать стоит только первичные заявки на пособия по безработице, вслед за EDP, но перед Non-Farm Perils. Но изменение запасов нефти и нефтепродуктов – это официальная статистика от Минэнерго США. Здесь такой же прогноз и ожидания, как по версии API. И что касается пятницы, средняя почасовая заработная плата, количество новых рабочих мест внести с хозяйственного сектора, Non-Farm Perils, уровень безработицы в США, три ключевых макроэкономических отчета, которые лучшим образом характеризуют сектор труда. Если в пятницу мы получаем еще одно подтверждение восстановления американского рынка, я думаю, что вероятность повышения ставки до конца этого года поднимется процентов на 10. И, соответственно, доллар этим тут же воспользуется. Ну и для трейдеров, которые торгуют канадцем, также будут точно такие же отчеты по рынку труда, только уже канадской экономики. Но здесь я, к сожалению, не могу испытывать никакого оптимизма, поскольку понимаю, каким образом сейчас могут обстоять дела в Канаде, и, учитывая состояние сферы услуг и промышленного сектора, уж больно мне не верится то, что канадская экономика за последний месяц активно создавала новые рабочие места. Поэтому я жду слабую цифру, жду давления на канадца и надеюсь, что это давление будет еще более выраженным со стороны снижения цен на них. И все это указывает на то, что USDCAD сможет забраться выше отметки 1.32. Ну и, конечно же, целевые ориентиры по ключевым валютным парам. Евро доллар 1.10.50, австралийцы 0.74.50, USDCAD на 103.20 и фунт доллар 1.31.50. Хотя по фунту можно смело ставить на еще более широкий диапазон хода. Если сегодня мы закрываемся ниже текущих значений, снижение продолжится и дальше, и, может быть, мы сможем оказаться ниже сопротивления, точнее, поддержки 1.31. Собственно, на этом все, уважаемые трейдеры. Если есть вопросы, можно задавать их в рубрику общий чат, либо вопросы. Так, вижу, есть комментарий от Евгения. На первый вопрос по поводу канадца. Я думаю, что мы уже ответили. В частности, длинная сделка очень интересна. Я, Евгений, признаюсь, тоже нахожусь в покупке этой валютной пары, поскольку понимаю, что сейчас есть очень неплохая возможность использовать потенциал вероятной девальвации канадца. И если нас поддержит нефть, эта девальвация будет более выраженной. Надеюсь, что до отметки 1.28 мы не дойдем. И очень надеюсь на то, что как раз пара USDCAD в ближайшее время, ну не в ближайшее время, в эту среду уже, поддержат еще и протоколы, которые все-таки сообщат нам о том, что американский регулятор не отказывается от еще одного шага по повышению высокосрочных процентных ставок. Что касается новозеландца, с текущих стоп ставить на 0.73. Может быть, да. Действительно, если в ближайшее время нам не удастся восстановить прежнее давление на новозеландскую и австралийскую валюту, то тогда есть риски, что новозеландец будет и дальше, не знаю, подпитываться непонятно каким оптимизмом с рынка и, соответственно, продолжит расти против доллара. Но я в это также особо не верю, потому что достаточно оценить текущую картину, которая складывается даже в Китае, являющуюся ключевым торговым партнером. И я очень надеюсь, что как только молочные аукционы подведут новозеландцы, тогда мы снова заговорим о возможности снижения процентных ставок и будем еще более уверены в том, что ставка, сделанная на ослабление новозеландца, она верная. Сейчас австралийцы и новозеландец могут быть одни из самых перекупленных валютных активов. Это нужно понимать, потому что за последнее время, пожалуй, это одни из немногих инструментов, которые практически полностью игнорировали тот негатив, который присутствовал на рынке. И тогда, когда рисковые инструменты серьезно слабели, австралийцы и новозеландцы особо выраженные координационные динамики не показывали. Думаю, что такая, скажем, неправильная позиция, она в конечном счете должна быть рано или поздно закончена. И я буду надеяться, что это произойдет раньше, чем полагается. И, соответственно, это создать возможности для оснижения как австралийцы, так и новозеландцы. По еврофунту сейчас я бы воздержался, поскольку очень сейчас напряженный трейдинг проходит по британской валюте. Если, конечно же, у вас крепкие нервы, тогда вы можете попытать счастье на этой безумной волатильности. Но я бы все-таки порекомендовал вам воздержаться, тем более, что у вас уже есть очень хорошая сделка по Канаде. И я надеюсь, что есть очень хорошая сделка по новозеландцу. Не нужно распыляться на такое большое количество инструментов. Давайте дождемся реализации хотя бы профитных ожиданий там. И после этого будем надеяться, что ситуация и по фунту успокоится. Фунт не будет демонстрировать валютность нескольких суток пунктов в рамках дня. И мы сможем переключиться на еврофунт с более консервативным подходом и конкретными ожиданиями. По поводу драк металлов. К сожалению, сейчас я вынужден констатировать с тем, что после выхода анга из состава ЕС драк металлы действительно остаются активами, которые пользуются колоссальным спросом. И сейчас эта картина, скорее всего, продолжится и дальше. Поскольку неопределенность на рынке сохраняется, конкретики нет. По окончательному процессу выхода анга из состава ЕС. Я допускаю, что как только рынок начнет подпитываться какими-то конкретными фразами, конкретными действиями, это поначалу будет вызывать некоторый такой шок на финансовых площадках. Потому что все снова начнут вспоминать о вероятных последствиях выхода анга из состава ЕС. И это исключительно негативные последствия, которые провоцируются просто на защитные активы. Драгоценные металлы, разумеется, относятся к ним чуть ли не в первую очередь. Хотя в первую очередь все-таки это американские и немецкие облигации. Но на втором месте, я думаю, что идут драк металлов. Поэтому при неизменности текущего фундаментального фона, и уж не дай бог при появлении дополнительного негатива, золото может оказаться выше 1400 долларов за тройскую унцию легко. USDCAD по поводу стопа 1.28. Ну, если, конечно же, вы устали находиться в просадке по этой валютной паре, и считаете то, что вслед за пробитием поддержки, скорее всего, USDCAD найдет основания для того, чтобы сходить еще ниже, тогда можно оставить и в качестве стопа этот ориентир. Но я бы все-таки предложил вам спустить его чуть ниже, хотя бы до отметки 1.27. А еще в идеале 1.26.50. Вот тогда случайные, скажем, выплаты, которые могут показать пара, в этом случае удастся проигнорировать. Ну, не такие уж и большие риски. Бывают и гораздо более загруженные ситуации. Полтора процента от депозита вход по одной валютной паре, или это загрузка по всему спектру активов, которые вы торгуете и в мире. Так, пока вы комментируете по одной, значит, по другим валютам вкупе, а всклаченную загрузка еще больше. Тогда, да, вам лучше оставить стоп-лосс на отметке 1.28. И если и закроется по стоп-лоссу, я думаю, что ситуация в корне потом изменится. И как только пара окажется выше 1.29.50, тогда снова рассмотрите возможность занятия длинной сделки. Потому что если USDCAD окажется выше этих значений, тогда уж точно пойдем еще выше. Поскольку вопросов больше нет, огромное всем спасибо за внимание. Евгений, большое вам спасибо за ваши вопросы, за такую активность на нашем чате. Для всех тех, кто хотел еще задать какой-то вопрос, не забывайте, что у вас всегда есть такая возможность, канала на YouTube и форума Markets. Любой вопрос, по любой инвестиционной идее, я уверен, что к обсуждению подключусь не только я, но и также другие трейдеры, которые присутствуют на этом форуме. Будет гораздо интереснее вырабатывать единую общую позицию, вот так вот сообща. Хорошей вам торговой недели, хорошего отчета по Non-Farm Perils. Для тех, кто ставит на рост американцев, конечно же, поддержки для доллара. Ну и, конечно же, будем надеяться, что хотя бы на этой неделе мы увидим снижение нефти и соответствующего прессинга на курс российского валютного актива. Соответственно, еще раз всех благодарю за внимание. Запись будет доступна уже с завтрашнего утра. Если нужно будет, разумеется, есть возможность пересмотреть. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.